Пам-пам-пам-пам. Вот не знаю, по ощущениям, что, возможно, у Рифата. Мне кажется, что один минус. Ну и у Худякова, кстати, у вратаря тоже сильный удар. Мне нравится у Рифата, у него прям сильная, сильная пушка. Ну, честно, можно выделить, наверное, несколько, и я бы выделил, наверное, изи и Рифат. На мой взгляд, у Димы Баринова. В последнее время он не забивает, но я помню его голы, когда еще времен старой гвардии Локомотило, скажем так, из дальней дистанции, и меня впечатляли его удары. Ну, сейчас, я думаю, Самошников, скорее всего. Ну, я или Самошников, наверное, все-таки. Ну, наверное, он чуть-чуть побыстрее, чуть-чуть. Ну, да, наверное, так. Ну, да, чуть-чуть, наверное. Ну, надо пробежаться с ним, конечно, метров тридцать, пятьдесят. Ну, двоих назову Самоха и Пеняй. Пеняй именно за первую, вот это первые шаги и резкость, а Самоха просто, просто бежит. А где вы бежите? Не знаю, в чем. Я думаю, что это Вилсон Изидор. Человек с очень быстрым, опять же, повторюсь, резким первым шагом. Очень тяжело за ним поспеть на тренировке, поэтому я думаю, что это он. Наверное, Серега Пеняй. Макс Нинахов. Если этого человека разозлить, с ним лучше не попадаться в игровых эпизодах. Может, плохо кончится все. Самый жесткий. Ну, мне кажется, самый жесткий, если это взять, наверное, Бара все-таки любит это столкновение. Ну, защитники. Ну, кстати, этот Погоснов, Морозов, они любители, мне кажется, там, на мячик им там все равно. Вот они, если галеки видят, у них прям сразу этот загорается взгляд такой. Самый жесткий. Ну, тут один человек, это Дима Барина, по-другому. Все согласятся. Ну, он прям, да, молодец в этом плане. Он всех держит в тонусе. Бара. И за счет характера. Ну, на футболе он один человек, в жизни совсем другой. Меня это удивило. Я думаю, что самый взрывной, наверное, Тик Недзян. Может, просто так вообще завизжать, не с тобой еще психовать что-то там просто. И тут же спокойнее быть. Тика, наверное, самая. Тики. Просто это пороховая бочка ходящая. Ну, наверное, на Иртик Недзян. И по последнему матчу, если вспомнить, какая там стычка была у них с защитником Урала, я не помню. Ну, не из-за чего. И так прям тики на эмоциях. Прям очень эмоциональный он. Самый вспыльчивый считает, что это я. Ну, далеко не будем ходить. Вот последняя игра с Уралом, допустим, когда пошел жесткий подкат против футболиста Урала. Объясню, почему я так грубо сыграл. Первый тайм я сидел на скамейке и видел, как футболисты Урала грубо играть против моих товарищей, партнеров. И в том моменте у меня не было вообще мысли как-то нанести травму или какое-то повреждение футболисту Урала. Но я хотел тем самым показать, что у нас тоже есть зубы, и мы будем бороться. Самый, ну, если так по возрасту, взять Пеняев, конечно же. И Рак, Ищетинин, очень такие талантливые ребята. Но мне кажется, прям вообще по таланту, мне кажется, самый, наверное, Глушенков. Пеняй. Потому что он молодой. Сергей Пеняев. Футболист, обладающий всеми нужными качествами. И в таком раннем возрасте показывает очень зрелый, хороший футбол. Думаю, у него есть все перспективы для того, чтобы добиться больших высот в футболе. Наверное, надо сказать, молодого какого-то сейчас. Не знаю, у нас, на самом деле, хорошая молодежь всегда была в Локомотиве. Если сейчас брать, там никого не хочется обделить, конечно. Но все хорошие. И Ищетина, и Рак, и Никишин. Не знаю, много ребят. Все молодцы, все хорошо себя проявляют. Я надеюсь, что будущее за ними. Ищем. Ищем. Ищем.